здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube сегодняшняя тема опять гортензии но уже с другого ракурса как все-таки правильно и когда обрезать гортензии мои милые подписчики и телезрители начнем с того что гортензия совершенно необыкновенное растение правда вы все ее видели вы все видели как она цветет но многие ли вы многие ли из вас знают сколько ее видов я про сорта не говорю я сейчас назову только виды древовидная метельчатая крупнолистная черешковая пепельная разношерстистая почва покровная дуболистная пильчатая шероховатое и гортензия саржента боже мой я насчитала целую кучу невероятную хочу сказать что для холодных регионов все-таки идеальные будет это древовидная и метельчатая для теплых регионов которым просто несказанно повезло я не знаю как для них все остальные причем в почва покровная необыкновенное совершенное растение хотя она не такая конечно но тем не менее она ползет сама как почва покровная роза примерно так же себя ведет конечно это черешковая которая плетет вам весь дом там или какое-то строение или там не знаю дерево какое-то вы представляете эту красоту ну у меня просто слов нет а нам сибирякам да в холодном краю древовидная метельчатая и мы будем говорить об обрезке знаете обрезать конечно гарантирую можно не глядя но что из этого получится я много читаю отзывов и комментариев в интернете на других каналах и понимаю что ну некоторые относятся к этому наплевательски а я вообще не обрезаю она там сама себе ну да она выживет и без вашего участия только это будет лохматое страшное неаккуратное существо зеленого цвета вы поймите что коли она попала в ваш сад то конечно нужно придавать и определенную форму вот специалисты вот этих всех зеленых замечательных растений считают что ну четыре года желательно бы особо ее не обрезать любую гортензию а почему да потому что все просто вот как минимум два года но лучше бы все-таки четыре потому что это маленькое растение но посмотрите какое оно крошечное когда оно разовьется вкус метр пятьдесят да и для этого времени много надо конечно санитарные обрезки делать надо но санитарные это ведь не просто это обрезка когда мы удаляем больные поломанные недоразвитые или наоборот там какие-то замерзшие лишние которые растут внутри это санитарная обрезка и она беды никакой ни одному из этих видов не принесет но обрезка гортензии на светение правильное и это другая обрезка и вы должны это понимать значит почему нельзя все-таки вот как бы хотя бы два года на третий год начните обрезку правильную почему нельзя обрезать ее потому что ее зеленая масса которая вырастет она даст возможность развиваться корневой системе но без листика же нет корней ведь это же зеленая фабрика которая вырабатывает все клетки для развития стволов побегов листьев цветов семян и так далее это листья будут делать не будет зеленых молодых побегов не будет корневой системы не будет корневой системы значит и куста не будет поэтому ну охолонитесь кто уже там секаторами бежит а в теплых краях уже пора обрезать гортензию потому что осенью обрезка обязательно только если вы отрезаете цветущую часть то есть вот эти великолепные подсохшие или поменявшие цвет бутоны если вам по программе передали что завтра снег а он еще и мокрый осенью конечно налипший мокрый снег на эти бутоны особенно у метельчатых гортензий просто все поломает но древовидные гортензии и метельчатые они не просто так выбраны для сибири это же зимостойкие товарищи может древовидная прихрамывает иногда когда много зеленых побегов до много молодых побегов не просто зеленых молодых именно тогда при жестокой зиме они могут подмерзнуть может быть молоденькая там сахарными мешками как-то и надо прикрыть но вообще-то метельчатая гортензия нет ни одной рекомендации что ее нужно укрывать она минус 30 с гаком 7 выдерживает спокойно совершенно это корневую систему закрывать надо у всех видов гортензий и неважно в каком краю вы живете если снега не будет а заморозок будет даже до минус 9 то боюсь что и в теплом краю пострадает корневая система это пока я только общее говорю пока конкретно еще ничего нет вот смотрите но случилось так что у вас гортензия уже не маленькая до взросленькая там метр 80 сантиметров но не смогли вы в марте-апреле приехать на дачу то есть как можно раньше делается обрезка не смогли были обстоятельства для этого если вы приехали в апреле в конце и сокодвижение интенсивное началось и распустились зеленые вот так лопнули почки не торопитесь брать секатор в руки потому что обрезав в это время когда идет интенсивное сокодвижение какие-то веточки для того чтобы до сделать там сформировать этот куст либо на цветение обрезать будет вытекать много сока не питая вот эти зеленые почки а просто будет истекать растение и скорее всего погибнет потом дождитесь когда гортензия распустит листья но прям целиком вот тогда и сделайте обрезку это будет более правильно ну хочу сказать что основное для гортензии это обязательно обрезка осенью отсветших бутонов это обязательно местоположение в сибири на солнце в теплых краях может быть полутень и это обязательно если вы не сделали в яме в посадочной лунке дренаж внизу а желательно бы выкопать ее но если садите на долгие годы не собираете ее пересаживать вообще тогда надо сделать дренаж поколотить кирпич нарубить таких палок толстых можно и керамзита туда то есть дренаж должен быть солидный почему да потому что гортензия развивая корневую систему мочковатые корни находятся вот здесь на поверхность у поверхности прямо а ее корни которые ее держат они все-таки будут опускаться вглубь туда в землю и пройдя определенное расстояние на метр-полтора она начнет корни там очень плотная почва корни начнут задыхаться и она начнет погибать если там нет дренажа понимаете поэтому через пять лет вы можете ее выкопать да ну часть корней естественно она потеряет те которые ее держат и можете пересадить ее вот это обязательные условия условия поливка однозначно кислое однозначно и это даже не обсуждается и когда я говорю что навоз этой красавицы крайне необходим он кислый и перегной первого года лежания тоже кислый то не надо мне писать комментарии там такие шутливые что навозиком то может и не надо было бы надо было бы причем компост навоз и перегной смешивается вместе и 5 сантиметровым слоем вот так на палец толщиной до засыпается раненько весной только тогда вы увидите красоту вот этих растений а теперь конкретно об обрезке на цветение вот все не просто так значит мы можем себе позволить метельчатую гортензию вот среди всех этих гортензий только одна аннабель древовидная остальные все метельчатые я же сибирячка поэтому будем говорить о них смотрите у нее цветение у метельчатые происходит всегда на ветках текущего года но эти почки из которых вырастут ветки текущего года вот они ветки посмотрите они же расположены на ветках прошлого года понимаете да и на ветке прошлого года на вот такой может быть расположен сайте 1 пара 2 пара 3 пара 4 5 5 пар то есть это 10 веток которые будут цвести поэтому обрезка очень вдумчиво не переставайте помнить что вы делаете из какой гортензии они все требуют не одинаковой обрезки значит для того чтобы усилить цветение и сделать цветы более пышными вот у вас вот гортензия которая растет у вас на даче да вы приходите вот такой кустик замечательный и думаете как же ее сформировать то поровнее чтобы она еще и цвела вы должны помнить что вот у вас почки распущены только вот отсюда начинается да вот 1 пара 2 пара 3 пара эти почему-то спят 4 5 вот на 35 вы должны обрезать тогда будет хорошо если вы обрежете вот таким образом вот это будет плохо вот растение будет страдать очень сильно потому что восстановить снова все что она уже наработала ему очень и очень тяжело то есть ей гортензии поэтому прежде чем что-то делать думайте есть конечно вот у этой гортензии особенность когда ей допустим уже она достигла возраста там пяти лет нулевые побеги нулевые это те которые выходят вот нулевой побег он вышел из земли когда она уже постарела да красотка то на нулевых побегах как правило нету почек как правило это потому что она молоденькая и вы гортензию метельчатую можете сформировать в деревце со стволом чем старше будет гортензия тем легче сформировать дерево с вот такой пышной цветущей кроной ну вы уже видели в прошлый раз в моей программе что среди них одна древовидная но представьте что нет других видов вот только одна аннабель аннабель она уже стала классикой в сибири она практически во всех садах есть у нее замечательная зимостойкость замечательное воспроизведение выброс вот этих цветущих побегов он просто невероятный если вы обрежете а вот здесь вот обрезку произвели прям зверскую я бы сказала да все это вот так вот по зверски это и не помешает выбросить побеги текущего года вот они вот они прошлогодние это текущего года они все будут нести бутоны шапки цветов когда вы спрашиваете а я ее посадила прошлом году она не свела зацветет ли она в этом году если бы я видела ваше растение я бы сказала точно если у вас появились почки она проснулась значит она будет цвести не забывайте что кормить надо и еще хочу сказать значит древовидная гортензия она очень благодарное растение как бы вы ее коротко даже на три почки не обрезали да она все равно успеет выбросить цветущие побеги в этом году и все зацветет чтобы снять с них черенки вот такие одревесневшие такие черенки жалко снимать цветущие да и черенок рассчитан на то чтобы цвести они там на то чтобы стать и будущем деревом снимайте вот такие черенки вот как только сколько движение началось можно все это отрезать гетерооксин отрастили корешки а можете в горшочек а можете с наклоном там все просто как обычное растение как смородина примерно так же значит ну вроде как все успела сказать да поливать и еще принеся из магазина вот такие горшки тут знаете есть разные есть вот такие круглые есть вот такие квадратные вы посмотрите тут наша торговая организация от жадности ты конечно просто удавились посмотрите корни торчат значит нужно срочно взять эту красотку аккуратно вытащить не нарушая корней и пересадить хотя бы в такой или чуть побольше горшок но так чтобы с нее почва не облетела вы должны аккуратно полив ее как следует вытащить перевалить добавить почвы по бокам полить еще раз и оставить ее в покое вот и все что требуется для того чтобы правильно обрезать значит сейчас кто уже в сад может поехать срочно занимаемся обрезкой либо санитарный либо уже обрезкой на цветение а теперь пока